Ой, ну цены там разные, я думаю, это больше вопрос к экспертам, я не боюсь. Спасибо. Спасибо. Игорь, скажите, а можно сегодня говорить о том, что интерес не угас к недвижимости за рубежом? Ну я бы сказал, даже возрос, потому что какой бы кризис ни был, всегда у людей есть деньги для инвестиций. А вот возможности, куда инвестировать, они сужаются. То есть что у нас остается? У нас остаются акции, я думаю, в акции все-таки люди утратили веру, потом недвижимость. Цена на золото очень поднялась по миру сейчас. Да. И альтернативные классы, такие как, допустим, хедж-фонды. Но проблема в том, что такие инструменты человек не понимает. И непонятно, что будет происходить с его деньгами в этом фонде. А тут ясно и понятно, мы инвестируем, это можно потрогать. И этим можно пользоваться, что немаловажно. А часто люди хотят потрогать? Или покупают недвижимость по фотографиям чаще? Ну я бы сказал так, смотря кто. Да, если это сугубо для себя, то тогда едут на место и смотрят. А инвесторы, дело в том, что для инвестора недвижимость выступает всего лишь как инвестиционный инструмент. И не более того. И решение принимается на основе аналитики, отчетов и собственного исследования. И самой схемы инвестирования, естественно. Спасибо. Спасибо. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот недвижимость в каких странах на сегодняшний день у россиян вызывает наибольший интерес? Если говорить про коммерческую недвижимость, можно сказать, что однозначно в Европе и в Соединенных Штатах мы видим большой спрос, большой интерес к ситуации, к развивающейся ситуации на рынке, поскольку все сейчас заняты одним поиском дна на любом рынке, на который вы бы не посмотрели. Поэтому для серьезных инвестиций сегодня то время, когда люди исследуют, смотрят на возникающие возможности и сравнивают. Ждут минимальные отметки падения, готовят деньги для того, чтобы вложить в недвижимость что-то купить. Либо так, либо ожидают возникновения каких-то нештатных ситуаций, на которые можно было бы быстро отреагировать. Ну вот Америка, вы сказали. Это действительно выгодно сегодня вкладывать в американскую недвижимость? В коммерческую недвижимость. Вы знаете, мы считаем, что Америка скорее быстрее вернется к росту, чем другие регионы. Да, многие аналитики предполагают. Поскольку то, что хорошо для экономики, хорошо для недвижимости, это будет очевидно означать, что вы будете получать некую премию быстрее, нежели чем вкладывая в другие страны. Параллель какой-то с Америкой. Можете еще одну страну привести в пример? А в противоположность можно было бы сказать про Англию, где, скажем, экономика очень сильно завязана на финансовый сектор, который в принципе непонятно, как долго будет выправляться. И маленький пример это Исландия, где достаточно было краха трех банков, чтобы подкосить всю экономику фактически маленькой Англии одним махом за несколько месяцев. Но тогда уже можно не недвижимость покупать, а всю страну. Много шуток было по этому поводу. Спасибо. Спасибо. Сергей, вам вопрос. У тебя проблем много с оформлением прав на недвижимость, с покупкой у россиян, которые покупают недвижимость за рубежом? Налоги тоже очень важны. Вот обычно сейчас очень модно, да, говорят, что вы знаете, вы покупаете дом и сразу приобретаете с домом вид на жительство. А когда ты начинаешь проверять, все оказывается совершенно иначе. Ну, надо разделить сразу вид на жительство и юридические вопросы оформления непосредственно недвижимости. Как правило, это не связанные друг с другом вещи. В европейских странах особых проблем с оформлением документов нет. Как правило, это страны, в которых система регистрации прав начала развиваться значительно раньше, чем в России. Поэтому купить дом на том же самом Кипре или в Великобритании или во Франции, это действительно безопасно. И риск нарваться на какие-то проблемы, он не так высок. Другое дело, что есть соблазны, например, в южных странах, я имею в виду Южную Европу, таких как Италия или Испания, которые по своему менталитету ближе к России, и агент может подмигнуть и предложить, например, часть суммы провести под столом. На это не надо соглашаться, просто потому что затем это может оказаться не очень выгодно с точки зрения налогов при дальнейшей перепродаже недвижимости. А то, что касается вида на жительство, здесь однозначно в европейских странах покупка недвижимости ничего не гарантирует ни с точки зрения вида на жительство, а иногда даже и с точки зрения визы. А вот самые опасные страны для покупки недвижимости? Те, где рынок только начал развиваться. Какие? Я не могу назвать их опасными. Может быть, велик риск в Египте, где нет единой системы регистрации прав собственности, и каждый фактически нотариус регистрирует свои сделки. Поэтому трудно проверить, есть ли проблемы с той или иной недвижимостью. Ну, в Дубай, наверное, тоже проблемно. Шейх утром проснулся и решил поменять законы. Ну, пока шейх поменял закон в сторону инвестиций, и я сомневаюсь, что шейх изменит эти свои законы в обратную сторону. Это же его прибыль. Спасибо. Куку Шанель 10 лет подряд снимала на время отдыха дом в итальянском Риме. Когда у нее спросили, почему она не хочет приобрести его в собственность, она ответила, что ей не нужны лишние обязательства. Вот наш следующий гость также предпочитает арендовать жилье, а не покупать его. Встречайте генерального директора компании Glassport International Валерия Полякова. Здравствуйте. Валерий, скажите, часто отдыхаете за границей? Если часто, то в каких странах предпочитаете бывать? Я своих сотрудников отучил от этого слова. Я не отдыхаю за границей. Я там провожу время. Но есть какая-то страна, где вы чаще всего появились? Значит, в последние годы я примерно три месяца в году проводил вне России вместе с семьей. Из этих трех месяцев в месяц в Финляндии. Три-четыре раза в году. А остальное в других странах. В других каких? Болгария, Турция, Черногория, вся Европа. Но в прошлом году я 10 стран посетил в Европе. Когда приезжаете, вы останавливаетесь в гостиницах или снимаете какие-то апартаменты? Первое, мы практически никогда не покупаем тура через турагентство. Только в Турцию. Самостоятельно организованный отдых. Допустим, в Дании мы снимали коттедж. В Финляндии, куда мы регулярно едем, мы снимаем коттедж. В Болгарии, в Хорватии снимали апартаменты. В других случаях заказывали гостиницы, но не через турагентство, а самостоятельно через интернет. Но это же постоянная волокита, звонки, аренда. Я понимаю, что это не вы лично занимаетесь, ваши помощники. Первое, вы ошибаетесь, занимаюсь лично я. Сами? Да. Вам это нравится? Да. Ну, это как охота. Вот, допустим, мы собрались на 10 дней в Данию. Так. Страна, в которой никогда не было, никаких знакомых нет. Во-первых, сейчас через интернет можно установить контакты с русскими в любой стране. Мне все объяснили, сколько стоит проезд через мост в Мальмю, в Швецию, и ряд других советов полезных дали, где там есть блошинные рынки. А что касается коттеджей, я довольно быстро нашел примерно два десятка вариантов коттеджей и апартаменты. Списался с хозяином, в половине случаев мне не ответили, в половине случаев на нужное мне время у них было забито, не было свободных мест. А примерно из 20 вариантов пяти мне дали конкретные предложения. И я выбрал местечко примерно в 10 километрах от того места, где Гамлет в своем замке жил. И очень недорого. То есть это дешевле, чем арендовать гостиницу. Что конкретно один день 100-метровый коттедж для нашей семьи со всеми удобствами, там с посудомоечной машиной и прочее, обходился примерно в 60 евро. Но около замка Гамлета там такие милые места. Почему бы не взять и не купить там маленький коттеджик? Дело в том, что нужно решить, для чего ты его покупаешь. Ты хочешь вложить деньги, чтобы потом с выгодой продать, или ты ищешь место, куда ездить? Если ты будешь туда ездить, то ты, во-первых, все-таки привязан к этому месту. Во-вторых, на тебя ложатся заботы по обслуживанию. Если посчитать, то это не так уж и выгодно, если ты не собираешься там регулярно и часто бывать. Вот мысль купить коттедж в Финляндии была. Почему отказались? Продолжение следует...